Заметил, есть мужики обозленные на женщин, когда им начинаешь что-то конструктивно объяснять, примерно то, о чем ты на канале у себя говоришь. Они агрятся, еще и оленем назовут. Конечно, Сергей. То есть таким мужикам, я бы их вообще мужиками не назвал, не надо ничего объяснять. Есть люди, которые готовы слепо верить в какую-то хрень, потому что у них либо нет мозгов абсолютно, либо потому что они вынуждены в это верить. Поэтому смотри, если ты сейчас разрушишь какую-то крепкую такую стену из вот этих вот отмазок, которые они сами себе придумали, что на самом деле дело не в женщинах, а дело в них, то им придется тогда констатировать тот факт, что значит мы виноваты, значит я виноват в собственных неудачах, значит я дерьмо, я бестолковый и так далее. Если ты скажешь человеку, которому вечно не хватает денег, что это не из-за того, что правительство плохое, не из-за того, что город у тебя маленький, не из-за того, что директор у тебя мудак, а из-за того, что ты как бы сам продолжаешь выбирать то, что с тобой происходит и бездействовать, понимаешь, ему проще все это тебе рассказать, что он здесь ни при чем. То есть это такой тип людей, они никогда ни в чем не достигнут никакого успеха. И поэтому зачем им что-то доказывать, как бы, они выбрали свой путь, это путь стада, путь баранов, которые будут жить так, как они живут сейчас, так же через 10 лет во всех сферах, что в женщинах, что с деньгами и так далее. Не надо никому ничего доказывать. Просто это очень такая болезненная штука, когда ты вдруг понимаешь, что мудак это ты, а не все вокруг. Когда в том, что тебя не устраивает твоя жизнь, виноват только ты или твое бездействие, а не кто-то еще. Это очень неприятно, понимаешь. Я считаю, что очень сильно повезло человеку, который имеет такую возможность, знаешь, как бы давать себе грамотно обратную связь и понимать, блин, что-то не так это, потому что я что-то не так делаю. Или не делаю чего-то. Это реально и везение, и положительное качество, которого нет у многих, и это такая большая заслуга, потому что нужно уметь смотреть правде в глаза, нужно уметь не обманывать себя. То есть это вообще главная кредо моего тренинга практика, то есть когда люди туда приходят, там еще один такой ключевой результат, который они получают, они с помощью моего тренинга, который вроде бы про женщин, учатся не обманывать себя. То есть, например, мы сидим, разбираем там воскресенье, субботние свидания, то есть парни уже сходили в субботу с кем-то на свидание. И там один говорит, вот, да я не хотел, да мне вот что-то захотелось домой. Я говорю, слушай, ну как домой? То есть ты же сам не сделал вот этого до конца. Да, она мне не очень-то понравилась. То есть там человек сидит, допустим, говорит, что два часа провел с девушкой, так классно проводили время. А я говорю, а почему ты не предложил ей поехать к тебе домой? Он говорит, да она мне не очень-то понравилась. И как бы с помощью вот этого, когда человек такой сидит, думает, блин, да, что-то я фигню несу, ребят. То есть когда он понимает, что он себя обманывает, нас обманывает бесполезно, мы с этим 16 лет работаем. В такой момент, да, люди учатся тому, чтобы быть с собой более честными. Женщины, кстати, это максимально крутой и действенный инструмент для того, чтобы научить себя быть самим собой более честным. Не нравится женщина, ты уходишь от нее. Нравится женщина, ты подходишь и знакомишься, там, пытаешься с ней сблизиться. И когда ты с помощью женщин внедряешь в себя такой навык, который называется как бы навык внутренней честности, то есть не обманывать себя, это не просто так здесь написано на татухах. То есть внутренняя, тут честность. Как я летел в самолете, и рядом сидели две девчонки, и одна такая говорит, вот я не могу понять, что у вас там на другой руке написано. На одной руке написано внутреннее, на другой непонятно. Я говорю, у меня на другой написано органы, внутренние органы. Вот, мы так немножко поржали. То есть женщины – это реально отличный инструмент, общение с женщинами – это отличный инструмент, чтобы вообще себя по жизни научиться не обманывать. Когда вы сами себя по жизни научились не обманывать, вы поменяете свою жизнь и в других аспектах. В финансовом, не нравится вам место жительства, переехали. Не нравится ваша зарплата, что-то там, признались себе в этом. Не надо говорить, вот кто ездит на российских, там, отечественных автомобилях, которые разваливаются через месяц. Не надо говорить, что вот зато, зато отечественная, зато своя. Нет, зато денег нет просто у тебя, поэтому ты ездишь на этом говне и вынужден себя обманывать и говорить, что зато своя. Зато запчасти недорогие, да. Зато она ломается каждые две недели. Я ездил и знаю, что это такое. Зато у меня за шесть почти, нет, подожди. 17, 18, 19, 20, 21, 20. Да, за шесть лет, короче, эксплуатации, тьфу-тьфу-тьфу, ни разу не сломалось ничего в моей машине. У тебя в семье патриархат? Смотря что в твоем понимании патриархат, у меня в семье просто, скажем, наслаждение обычной семейной жизни. То есть, понимаешь, как бы необходимость в каком-то патриархате, в матриархате, там, необходимость вообще анализировать, что у тебя в семье, это или это, на мой взгляд, она возникает тогда, когда у тебя что-то хреново. Когда у тебя все хорошо, то есть никто не нарушает твои границы. Твоя женщина тебя уважает, ты уважаешь ее, как бы, нет необходимости анализировать патриархат, там, не знаю, или что-то в этом духе. Ребят, вы вот с мужского движения, с каналов сюда пришли, откуда-то вас занесло течением. Здесь не про это, этот канал не для вас, ну, вам не надо смотреть этот стрим, то есть, как минимум потому, что я только что озвучил чуть ранее, что когда вам говорят, что виноваты в этом вы, что у вас что-то по жизни не клеится, это очень болезненная херня, и вы рискуете сейчас испытать какую-то душевную боль, поэтому, может, не надо. У вас такое дерьмо в голове, равноправие, матриархат, как бы, я вот вообще искренне не понимаю, что за херня. Нравится женщина, идешь, знакомишься, занимаешься с ней сексом, потом еще несколько раз. Нравится, как человек пошел, не знаю, говоришь, приходи ко мне жить, перевез ее к себе. Пожили там, не знаю, полгода, год, блин, я понимаю, что мне классно, хочу детей, все, не знаю, пошел там, женился, родил детей, то есть, живешь, размножаешься, то есть, все намного проще, чем вот то, что вы здесь пишете. Я участвую лично в тренингах, то есть, с 15 по 18 декабря будет новогодний тренинг-практика. Учитывая то, что происходит сейчас, я думаю, вам вообще надо поторопиться, потому что, не знаю, такое время, что каждый день может быть последним, не то, что каждый тренинг. Я знаю, что в январе точно не будет тренингов, потому что мы в январе всегда отдыхаем, то есть, у нас еще осталось 4, если я не ошибаюсь, места на практику, которая будет с 15 по 18 декабря. Я там лично буду присутствовать, и когда я говорю присутствовать, вы еще будете молить меня о пощаде, чтобы, потому что, если я вижу, что я могу заняться человеком, я буду им заниматься. И с Нового года, значит, у нас стоимость вся возрастает, все дорожает, соответственно, качество обучения у нас, мягко говоря, продолжает улучшаться экстренно, прям гигантскими темпами, не то, что там какими-то маленькими шажками. Поэтому стоимость тренинга после Нового года будет составлять сотку. Есть еще возможность вписаться, здесь есть ссылка под этим видео, оставить заявку, вписаться и пройти значительно дешевле новогодний тренинг-практика. На сайте знакомств ради интереса провел опрос, за сколько долларов нормальная при первом взгляде женщина ляжет в постель. Итоги неутешительные, примерно 80% женщин согласны продавать себя. Вот три самых запоминающихся ответа. 23 года студентка согласна быть любовницей за японскую новую машину, обязательно не дорожник. Ну я понял, смотри, к чему ты это все говоришь. Я тебе могу найти как бы миллион женщин, которые тебя пошлют просто с такими вопросами. И абсолютно будут правы. Потому что ты для чего это говоришь? Чтобы мы сейчас сказали, а это же инцельская бригада, это анонисты, пожалуй, да. То есть я должен сейчас что сказать? Ты прав или что? То есть ты сейчас, будучи анонистом, пытаешься убедить всех, что давайте все анонировать, потому что тогда я не буду вам завидовать. У меня прекрасная, замечательная, самая лучшая в мире жена. У меня самая лучшая в мире мама. Я знаю еще с десяток женщин, которые, мягко говоря, достойны статуса. Там самая лучшая женщина для кого-то, в чем-то и так далее. Почему-то с такими марамойками я даже как-то, знаешь, не пересекался. То есть они как-то начинали мне попадаться. Я через секунду понимал, что это вот оно, и дальше я от этого отстранялся, и все. Если ты думаешь, что мир устроен так, я не собираюсь тебя переубеждать. Но поверь мне, то, что ты пишешь, это абсолютная дичь для того, чтобы убедить себя, что ты анонюга, но не по твоей вине, а потому что женщины плохие. Нет, ты анонюга, потому что ты не сумел научиться общаться с женщинами. Половина дерьма, которое случается с людьми, это банальная случайность жизни. Поэтому не стоит винить себя везде и всюду. Безусловно, Паркер, безусловно, безусловно. Но есть, скажем так, вещи или направления, в которых неплохо бы, ну, винить-то себя не обязательно. Надо себя спрашивать, а может быть я что-то не так делаю? Может быть я как-то не так себя веду? Может быть я как-то не так делаю? Не надо, конечно, себя истрепывать с чувством вины. Отчасти не надменный, эгоистичный, типа я все, и все зависит от меня. Да нет, безусловно. Но понимаешь, смотри, вот у человека нет секса. То есть он, наверное, обычный парень. То есть не инвалид, ничего там, не знаю. Руки, ноги есть, средний какой-то внешний, ну, обычный паренек. То есть, да. И у него вот нет в жизни там секса и нет женщин для секса. Хотя вокруг много девчонок. Вот кто виноват в этом? Я знаю на миллиард процентов, что в этом виноват он. Ну, можно просто слово виноват заменить на слово, так сказать, кто несет ответственность за сложившийся результат. Он. Другой вопрос, смотри, если у человека, как бы, достаточно обширный такой круг общения, девушки, секс, все прочее, но он до сих пор не смог найти себе любимую женщину. Пожалуй, здесь, да, здесь еще судьба злодейка, какие-то энергии, моменты. То есть здесь все-таки не все зависит от него. Но есть вещи, в которых все сильно зависит от мужчин. С деньгами тоже все сложно на самом деле. То есть там, если у тебя их нет, как бы, ну, ты стараешься, ни в чем ты не виноват. Если ты сидишь на печи, вату катаешь, конечно, ты виноват. Поэтому не должно быть крайностей, Паркер. Хорошо, что ты этот вопрос или там комментарий здесь написал.